В честь праздничного события для почетных гостей организовали экскурсию. Третий этаж школы номер 38 хранит память. Здесь размещено сразу несколько экспозиций, посвященных педагогам, участникам Великой Отечественной войны. Мария Петровна Шишова, первый директор школы 38. За проявленное мужество при спасении раненых солдат награждена орденом Красного Знамени и медалью за боевые заслуги. Александр Сухацкий, учитель истории, основатель школьного музея боевой славы, 376-й узбаско-псковской краснознаменной стрелковой дивизии. Вместе с учениками он побывал в более чем 40 экспедициях по местам боев. Собранные его поисковиками материалы бережно хранятся в стенах учреждения. Это настоящая гордость школы. Александр Борисович Сухацкий, также участник Великой Отечественной войны. За проявленное мужество был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью за победу над Германией и другими. Особая страница истории – жизнь выпускника школы 38 Сергея Кайгородова, который погиб в Чечне, спасая жизни товарищей. Теперь школа носит имя молодого бойца. В 2012 году, 20 июля, школе было присвоено имя нашего выпускника, погибшего в Чечне, который выполнял воинский долг и погиб. 20 июля 2012 года было присвоено имя нашего выпускника Сергея Викторовича Кайгородова. Сегодня на нашем празднике присутствуют его родители. Также на нашем празднике присутствуют ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет и наши благотворители. В этой школе я проработала 38 лет. Когда я пришла в эту школу со всей молодой девушкой, мне дали пятые классы. Это были мои в этой школе пятые классы. Я была очень рада, потому что они понимали меня, они были очень послушные и с первого слова делали все, что их просил. Я всегда вспоминаю своих детей. Мне кажется, что у меня были самые лучшие классы и самые лучшие дети. Почему-то мне казалось, что мне всегда достаются вот именно такие дети. Школа сегодня второй этаж. Здесь также организована фотовыставка, собраны самые яркие достижения ребят. Жизнь современных учеников насыщенная и яркая. Они участвуют в конкурсах и фестивалях, занимают призовые места, становятся победителями самых масштабных проектов, прославляют родное учреждение, оставляя в его истории яркий след. Каждый уголок в 38-й школе посвящен юбилею. Специально к празднику ребята своими руками изготовили оригинальные сувениры. На первом этаже разместилась тематическая фотозона. Закончил школу в 1992 году. Вот уже будет 30 лет скоро. Всегда приятно бывать. Почти каждый год бываем здесь на вечере встречи выпускников. Сегодня особенно приятно бывать в школе, посмотреть, что она в чем-то преобразилась, в чем-то осталась такой же памятной, интересной, родной. И вот эти воспоминания, которые сегодня нахладывали, мне, конечно, душу приятно. Праздник у школы, а значит в первую очередь у тех, кто здесь учится и работает. Коллектив учреждения тепло поздравила начальник управления образования администрации города Татьяна Евстифеева. И вручила педагогам заслуженные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. 60 лет – короткий исторический миг, а для школы-именинницы – это долгий путь становления, развития и модернизации. Впереди много планов и много перемен. Чтобы реализовать все намеченное у коллектива и всех учеников, есть самые необходимые качества – упорность, целеустремленность, неиссякаемая энергия и оптимизм.